всем привет давайте сегодня создадим поворачивающийся материал камере принципе это есть необходимость во многих сферах то есть для того чтобы не поворачивать какой-то элемент вы просто накладывается на него материал который будет с поворотом создадим материал назовем его так rotate допустим неважно дадим сюда какую-то текстуру либо еще что-то я в данном случае просто подают свет пусть это будет какой-нибудь фиолетовый ну и заодно подадим значение roughness металл пусть roughness у нас будет единица металл 0 spec.vr ну давайте тоже подадим отдельное значение поставим 0 2 какой-нибудь ну вот принципе вы можете определить да как он выглядит вот выставим play для того чтобы увидеть как материал уже к нам повернется так но для начала нам необходимо это во первых текстурные координаты текстурки ординейт здесь мы его должны разделить на на маск да то есть компонентная маска это у нас rgb и прозрачность р это у нас xg это yb это z то есть в данном случае мы подаем маску r это у нас иксовая делаем копию здесь мы переключаем на g это у нас как раз таки y мы должны подать в общем все это соединить append vector но здесь мы должны развернуть это все вон минус да то есть мы должны развернуть ее в обратную сторону для чего это надо будет я чуть позже покажу далее мы вычитаем значение в данном случае это 05 по сути мы определяем образный центр до позицию далее normalize выставляем мы ее чуть позже сменим потому что вы увидите за для чего делаем деление divide данном случае пока выставим единицу чуть позже тоже мы ее будем настраивать далее что нам необходимо во первых это world position а также позицию объекта так как материала накладывается на объект object position vs и мы определяем дистанцию вот так скажем позиции мире до позиции нашего объекта пишем дистанцию чуть чуть ниже прокручиваем и вот утилити у нас есть дистанции подключаем наш world position определение да и далее мы уже должны умножить это значение мультиплай на это значение если мы подключим подключаем world position offset данном случае видите мы у нас все некорректно показывает для этого нам необходимо во первых делаем transform transform но vector ops выбираем до transform тут у нас есть очень много трансформов мы должны как раз таки трансформировать по вектору но он у нас ругается вот у нас мы подключили да ругается то что у нас двойной вектор для этого нам надо сделать его тройным так как мы сделали здесь x и y всего лишь ну давайте это сделаем append vector и мы по сути умножим скажем на и на нолик пусть это будет вот так вот все ругаться у нас перестало но проблема изображение так и нету да то есть нашего повернутого у нашей повернутой плоскости давайте чуть не еще сместим далее что нам необходимо это по сути добавить нашу позицию объекта пока временно вот так вот переключаем позицию объекта у нас мы просто копируем у нас она уже есть и все так же ничего не изменяется но мы должны вычесть получается от нашей позиции вектора и наших векторов то есть мы по сути прикладываем к нашей позиции вектор объекта в мире но нужно вычесть мировую позицию сабтракт это наша мировая позиция копируем ее отсюда минус и вот так вот как видите да у нас есть но поворот камере как таковой не существует то есть из за того что мы не выбрали в трансформ вектор вот как раз таки source здесь мы выбираем камера space а второй destination у нас world space и вот как мы не будем крутить здесь справа да о слева у нас плоскость поворачивается но как видите у нас проблемно плоскость должна быть без дыр соответственно здесь нормалайз у нас не корректно работает это нормализация наших вершин нашей плоскости вершин так что мы ее пока временно удалим и можем чуть-чуть изменить это все на небольшие значения то есть как мы пропишем это dot product так здесь мы выставляем square root ну и далее мы должны подать максимальное значение чтобы divide мы должны взять основные наши вектора получается разделить на вот это значение да но так как да ну dot надо и x и y подать но чтобы мы не могли разделить на ноль допустим в каких-то проблемных местах здесь мы пишем ноль целых ноль одна миллионная и вот у нас выходит вот такая вот штука как видите да здесь есть какие-то проблемы но это в основном нормалка то есть здесь мы выровняли точки по сути в нормальной да сфере но нормалка у нас не выравнив а для того чтобы ее выровнять нам нужен трансформ вектор будет но сюда мы должны подать какое-то значение да в данном случае пока текстуру подадим значение по z мы сделаем минус единица чтобы у нас распределяло но в данном случае сейчас у нас идет спеквер некорректно отрабатывает это в принципе нормально потому что я его 0.2 выставил так и сейчас у нас уже все в принципе готово давайте какую-нибудь плоскость поставим вот у нас плей развернем его так вот персонажи куда поставим ближе и накинем ему данного материала запускаем то есть если у нас персонаж будет входить вокруг данной плоскости она будет поворачиваться но она не физически поворачивается а поворачивается с помощью материалов не с помощью блупринтов и так далее то есть я вот сейчас покручу камеры вокруг нее и она крутится вокруг уставляя выставляя камера да единственное есть могут быть проблемы допустим если у вас персонаж близко находится вы прямо это заметите как она поворачивается и так далее вот эта штука образно да вам может подойти я не знаю во многих аспектах захотите поставить луну какую-нибудь суперскую своеобразную пожалуйста выставляете текстуры необходимые луны да допустим вот за место этой части и также можно выставить вот у меня здесь дерево давайте я вот прям закину сюда это дерево и настрою подаю текстуру нашего дерева но как видите да у нас тут я не делал прозрачности для того чтобы не особо мучить прозрачность там выставлять это то есть транслюшн да там это очень жутко напрягает движок давайте я выставлю здесь маску то есть выбирая наш материал выбираем маску и вот сделал такую вот маску которое белое показывает то место где он не будет просвечивать черное будет просвечивать маску подаем опасти маск и у нас еще есть нормалка но нормалка у нас здесь подсоединен вектор но мы это можем просто с помощью ноды мультиплай соединить и наше дерево уже будет вот с нормалкой давайте чуть-чуть настроим по освещению давайте 0 6 ну возможно чересчур пусть 0 2 останется ну и здесь нормалка у меня не совсем корректно я сделал фотошопе так вот если даже выставить вот у меня допустим плейд я уже подготовил который я буду как раз таки накладывать этот материал материал мы еще не сохранили давайте сохранить переходим сюда вот у нас уже дерево она будет у нас крутиться в камере постоянно и принципе уже как таковое да это дерево да вблизи это вообще никак не смотрится естественно то есть вот я камеру кручу она не корректно работает здесь но смотрите вот у нас вокруг есть очень большая большая плоскость это самая максимальная карта в анреле да который я сделал ну то есть по размерам по сути здесь можно выставить foliage допустим да вот что это такое закидываем сюда наш плейн но нашему плейну надо подать этот материал так выделяем материал заходим в плейн подаем все вот он у нас уже готовы и вот у нас уже плейн имеется как дерево так так чуть-чуть взлетим повыше и накидаем здесь ну в принципе нормально деревьев так давайте подлетим посмотрим проверим деревьев у нас некорректные это скорее всего так по z да по z наверно надо выставить повыше так пусть будет 500 проверим ну чуть-чуть летают давайте чуть ниже сделаем 450 но тоже летает ну ладно достаточно мы все равно издалека это особо не увидим и то есть подаем эти деревья как вы видите да у нас там 100 fps и так далее я даже наношу деревья на те области где у нас по сути мы ничего и не видим так уже 82 тысячи ну я предполагаю что достаточно еще можно вот сюда накидать здесь что-нибудь накидать но естественно это вблизи мы не должны особо расставлять но для того чтобы показать что у нас в мире очень много деревьев да то есть где-то далеко мы по сути вот их накидали и у нас 100 110 fps то есть практически ничего не загружает если вы трехмерные модели будете даже с водами закидывать это вам очень сильно навредит ну вот падает до 90 но при этом что мы закинули почти 100 тысяч деревьев в мир это гораздо лучше это и то есть по сути у нас каждое дерево поворачивается из-за того что у нас стоит материал данного вида так я хотел чуть-чуть сравнять чтобы чтобы можно было больше деревьев накидать ну то есть вот так вот уже переборщил чуть-чуть ну вот 101 тысяча деревьев то есть по сути это 100 и 100 тысяч полигонов даже у этого персонажа полигонов больше относительно той области которой мы засадили деревьями вдалеке мы их особо-то и разглядеть и не сможем вблизи естественно мы их увидим вот такие вот штуки можно сделать как я вам сказал можно сделать также луну которая будет поворачиваться вам постоянной камере персонаж внизу где-то будет ходить луна будет поворачиваться относительно своей точки спауна или же расположение также можно сделать билборды билборды которые вращаются допустим какие-то на определенной не знаю штуки в виде штыря еще что-нибудь какой-нибудь графический интерфейс можно тоже временно но там немножко надо будет запариваться потому что единственная в данном случае проблема когда мы сюда кидаем на выходе мы получаем квадрат то есть в любом случае если вы хотите сделать что-то прямоугольное или какой-то другой формы здесь можно здесь будет в любом случае проблема я пытался настраивать для того чтобы сделать какие-то прямоугольные части но не получалось если вы на ты с материалами напишите в комментариях как это можно более корректно сделать вот когда мы сопоставляем world position и текстурные координаты у нас либо поворот не работает либо само смятие так скажем вершин не работает а на этом все до скорой встречи всем пока не а не не